Фестиваль 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 Что это произошло все ожидания Даже наши Потому что Все таки Да фестивай конечно отличается от всех И это тоже наша концепция Тоже самая главная наша задача Для того чтобы показать Что и здесь Можно делать Европейский фестиваль На таком же уровне на таком же эмоциональном подъеме, на таком же трендовом восприятии. Потому что все-таки, я думаю, почему в Москве и в Питере не делают такие фестивали. Потому что, во-первых, все фестивали в Москве и в Питере организовывают в основном музыканты. Сами музыканты, у них играющие, прекрасные исполнители, известные мировые звезды, такие как Игорь Михайлович Бутман. Но они имеют свой взгляд на ту музыку, в которой они живут. И этот взгляд они не могут никак поломать. И это правильно. А европейские все фестивали, большинство, я думаю, процентов 98, делают специальные люди, любящие музыку, понимающие музыку. Может быть, когда-то были музыкантами, но они не действующие, они не играющие, они не творящие музыку конкретно. Но люди, которые ее слышат, и поэтому они создают некий такой тренд в фестивале в своем видении. И как они хотят познакомить зрителей, ввести зрителей в этот мир. И создают, соответственно, концепцию, подбирают лайнап и творят. Нет, это сегодня европейский подход. Американцы, как-то по-старому еще немножко, они собирают там просто все, что есть. Просто огромная страна, огромное количество музыкантов там, по-своему, по всей видимости. Они просто проводят некий, как у нас в Советском Союзе был, смотр художественного деятельности. Там собирали все, что есть, самое лучшее и не лучшее. Просто показывали все. И народ на это шел. А в Европе просто уже все стараются дать что-то такое, что ничего не было. Что будет неожиданно, что будет интересно, что привлечет дополнительное количество людей, зрителей. Мне кажется так. И вот этот европейский тренд мы будем развивать здесь. Второй фестиваль, Gigi Jazz 2, он был для нас такой лакмусовой бумажкой, вот таким стартапом, для того, чтобы понять, правильно мы идем или нет. У меня было такое ощущение, что вот это мы попадем. И мы попали. К сожалению, не все, конечно, люди в Краснодаре пришли, не все видели. Это обычное явление. Но, надеюсь, на третий фестиваль придут уже гораздо больше людей, которые конкретно приходят за ощущением, за катарсисом, за то, чтобы очиститься и уйти с каким-то состоянием души, которое будет долго еще сохранить вот это тепло музыки и позволять как-то жить. И это главное в том, что вообще мы делаем, в том, что делают такие люди, как называются они там, букеры, агенты, трейдеры, культуртрейгеры и так далее. Это хорошая работа.